СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. Разворот. Продолжается программа «Дневной разворот». Владимир Сметанин, Светлана Заньков. Добрый день. Мы решили продолжить нашу первую тему о проверках кировских кинотеатров в торговых и развлекательных центрах после трагедии в Кемерово. Но я думаю, что будет невежливо не представить нашу гостью Дарью Ананеву, с которой мы будем общаться по другой теме, об итогах акции «Доступная среда», которая прошла 23 марта. Добрый день, Дарья. Здравствуйте. Сейчас мы ожидаем подключения Александра Добрушки с коммерческого директора торгового центра «Европейский». Александр вчера уже коллегам из своего кировского комментировал, каково состояние системы пожарной безопасности в наших торговых центрах. У нас тоже есть несколько вопросов к нему. И вот сейчас я вижу, что Александр с нами на связи. Итак, приветствуем его. Александр Добрушки с коммерческим директор торгового центра «Европейский». Добрый день. Вы в эфире? Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, насколько, пожалуйста, скажите, сейчас «Европейский» готов к каким-то внештатным ситуациям, когда речь идет об эвакуации срочной людей? Как проверяется эта готовность? Ну, у нас экстренных тех, например, не принимаются. Мы проводим проверки постоянно, с периодичностью, примерно раз в квартал проводим в случае нашей организации. А сейчас, разумеется, в связи с последними событиями трагическими мы усилили бдительность, проводим работу с арендаторами и с персоналом. Поэтому, надеюсь, что любую недвижимость мы встретим во всеоружии. Ну, конечно, тут говорить что-то. Надеемся, что ничего этого не случится. Какого рода работа идет сейчас с арендаторами и с персоналом? Прежде всего, проверяем у арендаторов помещения на наличие электроприборов, работы проводки, проводим обучение по эвакуации, проверку знаний, где эвакуационные выходы, как проводить эвакуацию, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Как выглядит это обучение? Это теория, практика? Это теория. Практика, периодически мы проводим, то есть неочередного у нас пока нет. Вы кого-то привлекли со стороны для этой работы? Ну, у нас есть обслуживающая организация, безусловно. Как она, ну, что это за обслуживающая организация? Экадемическая структура, которая, в принципе, занимается обслуживанием как раз установкой цивилизации, пожарной системы. Сертифицированная, да, какая-то структура? Да, разумеется, конечно. Которая есть разрешение на эти работы. Да, да, да. А есть ли у вас специалисты, которые постоянно находятся в центре и которые отвечают за чрезвычайные ситуации и в случае необходимости эвакуации людей там направляют потоки? В любом торговом центре есть адресные за противожарное состояние, которые там подписывают планы эвакуации и все. Также на каждом этаже назначен специалист, который отвечает за этот этаж, за эвакуацию этажа. Разумеется, это и здесь подписано паспортом безопасности, который создается и подписывает ЦНЧС в том числе. Александр, европейский это довольно большой торговый центр по объемам несколько этажей и он был как раз перестроен, переоборудован из промышленного здания. Мы понимаем, что когда новое здание, проще все с нуля там построить, учесть все современные требования. Как часто приходится торговому центру в связи с проверками, с изменениями, что-то докупать, менять, перестраивать? Давайте так, на самом деле это здание торгового центра, это не промышленное здание, это здание так называемого дома быта. Поэтому он уже задавался как раз с учетом того, что здесь находились предприятия бытового обслуживания, туда приходили люди, приходили посетители, гости. И поэтому здесь в этом отношении все достаточно строилось с запасом. Притом, что сейчас посещаемость торгового центра, наверное, ниже, чем в былые годы. Тем не менее, запас по прочности у нас по пожарной безопасности есть. То есть у нас несколько противопожарных лестниц, 4 противопожарные лестницы, основные и эксклюкционные выходы. То есть это все сделано с таким достаточно высоким запасом. Поэтому тут как раз по зданию проблем особо нет. Есть проблемы в связи с тем, что постоянно есть требования, которые меняются, улучшается система пожаротушения. Это как бы мы уже отслеживаем, заказываем, стараемся соответствовать современным требованиям. Являются ли проверки плановые или внеплановые торговых центров какой-то серьезной нагрузкой на бизнес? Как действуют проверяющие? Давайте так. Проверяющие действуют достаточно корректно. То есть прежде всего выносятся предписания, которые необходимо учесться и работе. Необходимо, в общем-то, устранить выявленные нарушения. Поэтому они носят такой, не то что рекомендательный характер, но тем не менее, они показывают, в какую сторону надо двигаться. Поэтому к проверкам всегда относимся достаточно серьезно и, в общем-то, всегда это воспринимаем достаточно адекватно. Это не первый торговый центр, Александр, где вы работаете. Оцените, пожалуйста, в целом ситуацию в городе Кирове с точки зрения безопасности наших торгово-развлекательных центров. Может быть, даже и как профессионал, и как посетитель, просто потребитель. Ну, давайте так. То есть пожары в торговых центрах в Кирове, к сожалению, были. Тем не менее, эти пожары были без значительного ущерба как имуществу, как арендаторов, так и торговых центров, и без, слава богу, жертв. Соответственно, я считаю, что это показатель того, что торговые центры готовы к чрезвычайным ситуациям. Разумеется, нельзя ничего исключать. Тем не менее, все понимают долю своей ответственности. Каждый руководитель, каждый собственник торговых центров понимает долю своей ответственности. Поэтому к ним, в общем-то, всегда отношение к пожарной безопасности достаточно серьезное. А почему у нас в торговых центрах в основном развлекательные площадки находятся на верхних этажах? Ну, давайте так, не говорить про все торговые центры. Но, тем не менее, почему? Это есть, опять же, наука такая по управлению торговыми центрами. Там сказано, что, во-первых, развлекательная зона, то есть, если вам интересно, это, конечно, человек, приходя в торговый центр, он должен привезти там как можно больше времени. Тогда в это время он совершает спонтанные покупки, он ознакомится с ассортиментом торгового центра и так далее. Приводя в торговый центр своих детей, торговый человек проходит как можно выше по этажам к развлекательной зоне. В это время он как раз эти покупки и совершает. Поэтому это как бы такое требование, скажем так, современной торговли, чтобы развлекательные зоны находились как можно выше. С другой стороны, как показывают такие чрезвычайные ситуации, такие развлекательные зоны должны быть оснащены максимально качественным противопожарным оборудованием. Иначе происходят такие трагедии. Поэтому тут, как говорится, если уж хочешь, чтобы у тебя развлекательная зона была высоко, надо, соответственно, оборудовать ее резервуационными выходами, следить за их состоянием, пожарными системами и так далее. Спасибо, Александр Добрушкин, коммерческий директор торгового центра «Европейский». И мы сейчас ждем подключения юриста Яна Чеботарева, связанного с проверками, которые уже точно будут. И что по этому поводу Яна Евгеньевича нам скажет, мы узнаем после короткого перерыва. Давайте, не теряя времени, сразу подключаем к нам юриста Яна Чеботарева. Яна Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что такое прокурорская проверка, мест массового пребывания людей, торговых центров? В чем суть, насколько это серьезно? Органы прокуратуры вправе проводить любые проверки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и при этом привлекают любых специалистов. Так как сейчас речь идет о пожарной безопасности, то я считаю, что прокуратура инициирует проверку именно в этой части. Решение будет исходить от органов прокуратуры, а фактически проверку проводить будут сотрудники МЧС. Один из наших экспертов, который подключался в прошлом часе, Татьяна Ядыгина, управляющая торговым центром Greenhouse, высказала предположение, что лучше бы начали проверки не с торговых центров, а с тех самых учреждений, которые выдают разрешение и согласуют различную документацию. Кто подписывает непосредственно эти документы? Не согласен. Все-таки риск для людей возникает именно в тех помещениях торговых центров, куда они ходят за покупками или за развлечениями. Соответственно, нужно понять в настоящий момент государству, насколько безопасны такие помещения. Соответственно, я считаю, что это абсолютно нормально. Пусть и связано с той трагедией, которая произошла в Кемерово, но государство наверняка заинтересовано, чтобы эта трагедия не повторилась. Поэтому сначала давайте поймем, насколько существующие торговые центры безопасны, а дальше будем уже проверять, насколько эффективна система выдачи разрешения на эксплуатацию этих торговых центров. А насколько серьезно ответственность предусмотрена за такие трагичные случаи? И для кого, собственно, она предусмотрена? Вот, к сожалению, с этим как раз некоторая проблемка и есть. По ситуации с хромой лошадью можно делать выводы, что ответственность понесут наверняка не все виновники произошедшей трагедии. Как правило, в виде стрелочников выступают владельцы и собственники вот этого торгового центра. Я опасаюсь, что как раз их сделают виноватыми без детального анализа глубинных причин, вызвавших эту трагедию. Вот Владимир Путин, комментируя произошедшее на совещании в Кемерово, заявил, что обязанности органов власти проконтролировать, как организована работа бизнеса и добиться, чтобы она была на должном уровне. Цитируем. Собственник сдал объект строительства и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности. Проблема заключается как раз в том, что слишком много нормативных актов, регулирующих деятельность разных государственных структур, и зачастую эти документы друг другу противоречат. Например, есть правила пожарной безопасности, но в то же время действительно в настоящий момент, если собственность торгового центра относится к малому или среднему бизнесу, формально его не могут до конца 2018 года проверить по инициативе МЧС. Естественно, что можно найти какой-то обходной путь. Например, можно инициировать проверку через прокуратуру, в рамках, например, какой-то обеспечения антиритерористической безопасности. Но, к сожалению, в России нет какого-то единого органа, который бы отвечал за координацию усилий государства по обеспечению безопасности населения. Вот у нас есть МЧС, который занимается своими проблемами, есть гостехнадзор, который своими проблемами, а вот единого органа, который как-то объединяет усилия, нет. Ян Евгеньевич, вам самому-то вот сейчас, ну и после каждой трагедии, и в принципе, когда вы ходите по торговым центрам, кинотеатрам, может быть, вас и в ночные клубы заносят, вы чувствуете себя безопасно с точки зрения того, как там все устроено в Кирове? Я пару раз участвовал в проверках торговых центров на стороне предпринимателей. Я представляю, какие нарушения МЧС может установить по ширине противопожарных проходов, как должны быть обустроены пожарные выходы и прочее. Ну, конечно, какие-то нарушения я замечаю. В целом, как ситуацию с этими учреждениями оцениваете? Вот у нас, давайте, по десятибалльной системе в Кирове. Ну, на восьмерочку, наверное, запросто. О, это высокая оценка. У меня еще вопрос. Ян Евгеньевич, а есть ли некая ответственность, меры воздействия на сотрудников МЧС, на спасателей, которые работают в этих экстренных условиях? Потому что я читал много материалов, где уже родители погибших детей рассказывают о том, что якобы МЧСовцы очень медленно работали. Один из отцов кричал, там, просто дайте мне кислородную маску, я сам прорвусь. И своих трех дочерей оттуда вызвали. Ну, в этой части как раз... Или это все субъективное мнение? Это субъективное абсолютно мнение. Сотрудник МЧС не вправе передавать свои полномочия кому бы то ни было. Выдай вот этому родителю баллон с кислородом, кислородную маску. Так, простите, он что-нибудь не то сделает, баллон взорвется и пожар только усилится. В целом, сейчас в преддверии прокурорских проверок бизнес как себя чувствует? Там, суета, спокойствие? Нервно, нервно чувствует нервно. Почему? А все боятся того, что могут быть спущены какие-то контрольные цифры по выявленным нарушениям, по пресечению и недопущению повторения. И, соответственно, сотрудники МЧС прокуратуры будут несколько предвзяты. Понятно, спасибо. Ян Чебутарев, юрист, был с нами на связи. И тему по проверкам, прокурорским проверкам торгово-развлекательных центров, кинотеатров мы, в общем, закрываем. Но, тем не менее, она перекликается со второй нашей темой. Мы говорим о доступности среды в нашем городе. И среда включает в себя в том числе и вот эти тоже учреждения. Вопрос Дарьи Ананиной, которая сейчас у нас в студии, с организатором акции «Доступная среда». Даша, сейчас мы будем говорить о том, как инвалиды, колясочники, люди, которым трудно передвигаться в принципе, и они в жизни встречают много препятствий, прошли по городу Кирову и как добирались до библиотеки имени Герцена. Однако вы представляете себе, наверное, как оборудованы наши кинотеатры и торговые центры для тех же инвалидов-колясочников. Им зайти-то бывает сложно, а выйти, наверное, и вовсе. Ну, по поводу центров торговых, наши гости тоже интересовались этим. Насколько мне известно... Гости из других городов, да, которые приезжали на акцию 23-го числа. То есть попасть, например, в тот же Джимол им будет не так уж и сложно, да. Но вопрос, если там, например, случится тот же пожар, да, лифт заблокируется, и люди вообще никак не смогут спуститься, и они окажутся заблокированы на одном из этажей, и все. То есть как бы единственный вариант — это просто ползти, но это просто невероятно. В общем, люди с ограниченными возможностями, возможностями, на ваш взгляд, в случае таких экстренных ситуациях, но они остаются самыми, в общем, незащищенными, да? Конечно, да. У нас на связи гражданский активист из Воронежа Виталий Иванищев. Виталий, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуй, город Воронеж. Да, Виталий, ты был... Мы с Виталием познакомились в прошлом году, в самом конце прошлого года, поэтому мы с ним на тысячу. Виталий, ты был участником акции «Доступная среда» в Кирове. Общее впечатление от нашего города? Общее впечатление. Значит, по Кирову, если... Я был в Кирове второй раз, первый раз пять лет назад. Могу сказать, что Киров медленно, но верно, все-таки меняется немножко в лучшую сторону. А что именно меняется? Ну, появились какие-то новые сетевые магазины, какие-то компании, появились новые отели. Но я бы хотел ответить особо три вещи. Первое. В Кирове, в таком крупном городе, одном из крупнейших оборудовательных центров, нет ни одного отеля, в котором могли бы разместиться люди с проблемой опорных глиаппаратов. Второе. Это то, что, к сожалению, большая беда в Кирове с тротуарами. Я не могу сказать, что в Воронеже все очень хорошо, но в Кирове хуже, чем в Воронеже. И главная проблема, она не финансовая. То есть сделать удобные съезды, это стоит не так много денег, просто надо этим заняться и сделать некий план, в соответствии с которым отремонтировать съезды, те, которые есть. У вас какие основные проблемы возникли? Вот вы по маршруту прошли у нас по улице Карла Маркса. Я напоминаю, что Виталий сопровождал Сашу Попову, который в силу генетического заболевания передвигается в инвалидном кресле. То есть не конкретно у Виталия возникли, а у Саши. Могу сказать, что многие проблемы, они не от нехватки денег, а от нехватки компетенции. Например, магазин, я назову его «Пятерочка», в котором якобы он приспособлен для инвалидов. Но там периоды сделаны таким образом, что инвалиду неудобно и даже опасно по ним передвигаться. Скорее всего, те люди, которые делали этот «Пандус», они сказали руководству компании, что они умеют это делать, хотя на самом деле они делать не умеют. То есть вопрос не финансовый, вопрос компетенции. А в чем он? Слишком узкий он или слишком крутой нахуй он? Он не узкий и не крутой. Там перила должны дублироваться на высоте человека и на высоте колясочника. И вот там перила есть только на высоте стоящего человека. Колясочнику приходится перехватываться за болячины, которые идут под перилами. Это неудобно и даже опасно, потому что колясочник должен иметь возможность перехватывать непрерывно держаться за перила, а не перехватывать за... То есть сидячему человеку очень просто сорваться, скатиться и вообще... Да, да, да. Виталий, сколько времени вы добирались от перекрестка Карла Маркса и Розы Люксембург до библиотеки имени Герцена? Я точно не скажу, это будет не совсем верно, потому что по пути мы заходили в разные организации, мы заходили в атопедический салон, в поликлинику. И поэтому назвать время, которое добираться, очень сложно. Главная проблема не время, потому что колясочник в силу своих особенностей, он понимает, что это дольше у него займет, чем у обычного человека, который может ходить ногами. Но он должен понимать, что он может физически преодолеть все препятствия. К сожалению, очень часто приходилось разворачивать коляску задом, потому что практически ни один съезд с тротуара не сделан должным образом. А у вас была еще история с такси, когда вы попытались воспользоваться такси? Да, это третий момент про Киров, который я хотел сказать. Причем Саша, товарища, которого я сопровождал, он сказал, что у него, по сути, впервые в жизни такая ситуация. Он ежедневно ездит на такси в Воронеже. И первый раз у него такое случилось, причем случилось в Кирове. Что очень неприятно, честно говоря, и тоже не красит город. Ну расскажите, расскажите, что случилось-то? Ситуация такая. Мы вызвали такси известного агрегатора, подъехала машина, водитель заявил, что он не возит колясочников, потому что он полжизни работал на эту машину, а мы ее испортим. Как ее испортим, я так и не понял. Он сказал, просто не вожу, до свидания. В общем, и уехал. И это была не одна ситуация? Вы три раза вызывали такси? Да, это была не единственная ситуация. Следующий таксист заявил, что у него сабвуфер в багажнике и коляска не влезет. Третий таксист, которому мы уже пометили, что у нас коляска, просто развернулся на полпути, не доехал. И вот только четвертая машина нас повезла. Причем там я хочу сказать большое спасибо водителю. У него тоже багажник был занят, у него в багажнике был газовый баллон. Но он, узнав нашу ситуацию, сказал, что, конечно же, я вас довезу. И любезно предложил положить коляску в салон, даже помог нам загрузить, помог сесть и выйти. То есть на троих не очень хороших таксистов все-таки четвертый оказался вполне приличным человеком. У нас еще 15 секунд до перерыва. А в общем, как люди реагировали на вас, идущих по улице и с трудом добирающихся от точки А до точки Б? Ну, я не думаю, что там какую-то большую реакцию вызвали. Единственное, я не знаю, говорили в этом эфире уже не говорили. Пока еще ни о чем не говорили. Интересная была реакция руководства поликлиники. Они увидели большую нашу делегацию, что мы пытаемся подойти внутрь. И никто из руководства поликлиники к нам не вышел, хотя они в окно прекрасно за нами наблюдали. Виталий, я хочу попросить, у вас есть конкретная возможность обратиться к нашему городу, в том числе и к руководителям. Что нужно конкретно делать, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону для людей с ограниченными возможностями? Вы как специалист, обращайтесь. Что сделать? Уважаемый мэр, губернатор. Нет, в первую очередь отвечаю за это муниципалитет. Но в нашей ситуации сложилась такая ситуация, что региональные власти все равно имеют большое влияние на муниципальную власть. Я могу сказать, что это не потребует от вас больших затрат. Вы просто разберитесь в проблеме, попробуйте сами проехать на коляске, вы сами все поймете. И если вы разработаете некий стандарт, то буквально через год-два вы уже не узнаете свой город. Я хотел бы еще напоследок сказать такую вещь. Вот в Воронеже, в Саратове, в Москве, во многих других городах уже есть такой понятий, как дизайн-код улиц. Вот в Кирову до этого пока еще далеко. Визуально, конечно, полный мусор, бардак. И это на самом деле проблема из той же сферы. Надо просто разработать стандарт, не обязательно сразу все переделывать, а просто сделать стандарт и дальше двигаться в соответствии с стандартом. Через пару лет вы свой город не узнаете, причем в лучшую сторону. Спасибо большое, Виталий Иванищев, гражданский активист из Воронежа. Ну, кстати, Воронеж, город-миллионник. А у нас есть опрос на сайте хакеров.ру и в нашей группе ВКонтакте. Доступность Кирова для людей с ограниченными возможностями, как вы оцениваете? Сейчас на сайте немного человек проголосовал, однако 50% из них говорят, что 1 балл по 5-балльной системе они ставят, а еще 33% 0 баллов. На странице ВКонтакте, ниже Плинтуса, что называется, 0 баллов, 65% и на втором месте 1 балл ставят. Перерыв. С Дарьей Анонимой мы продолжаем общаться. Она у нас в студии. Это один из организаторов акции «Доступная среда», которая прошла в прошлую пятницу. Еще будем делать один звонок в Воронеж. Да, мы пытаемся сейчас дозвониться как раз до Александра Попова, руководителя регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда». Но вообще надо сказать, что коллеги 7 на 7 из интернет-портала 7 на 7 привезли в Киров активистов и журналистов. Мы об этом говорили, анонсировали, сдашли на прошлой неделе. Что происходило? И тогда задавали даже вопрос, откликнулись ли на ваши письма чиновники из мэрии, из правительства. Был ли кто-то на встрече? Из правительства нам пришел ответ, вот как раз после нашего эфира, то, что губернатору вообще очень интересная тема «Доступная среда», но, к сожалению, у него очень плотный график, и он не сможет к нам присоединиться. И в конце письма была такая фраза, что вообще-то мы за это, извините, не отвечаем. Отвечают компании, управляющие компании у домов. И поэтому мы вообще к вам не обязаны вообще приходить. Некоторые чиновники тоже позвонили, сказали, что мы придем, но они не пришли. А кто конкретно? Ну вот мне говорили, что Министерство спорта и молодежной политики к нам присоединиться. Не присоединились. И вот я сейчас небольшую помарку скажу. Мы на второй день ходили в центр «Курсив». Это как раз досуговый центр для молодежи с ограниченными возможностями. Там занимаются сментальщиками. Там у них где-то около 20 ребят. Взрослые? Ну да, там, то есть они от, наверное, 16, ну то есть молодежь до, по-моему, самой взрослой, ему 40 с чем-то лет. И как раз курирует этот центр спорта и молодежной политики. И самого в Рио Барминова мы тоже приглашали. И у нас в компании был Никита Готовцев из Москвы, активист. И он с ЗЦП. И он очень долго оттуда добирался, и мы немного опоздали. Мы с журналисткой 7х7, Катей Клепиковской, стояли, ждали всю компанию, потому что не очень хорошо заходить по одному. И просто показательно при нас приезжает министр Барминов. И 10 минут он там просидел, и при нас же он оттуда уехал. Я вообще не поняла, что на самом деле произошло. Почему он нам вообще ничего не сказал, то есть как бы никакого комментария от него не было. То есть, я не знаю, может быть, он первый раз туда приехал. К вам приезжал или он в центр просто приезжал? Я думаю, ну центр в субботу вообще не работает. В принципе, то есть центр открылся специально для нас. То есть он приехал от месяца, что ли? Ну, видимо, он хотел с нами пообщаться, но так как мы там на 10 минут задержались, то мы как бы пришли не вовремя, и он просто при нас показательно уехал. То есть вот человек с диагнозом ДЦП подходит кое-как, и Барминов на своей богатой дорогой машине уезжает. Мы дозвонились, да, уже до Александра Попова, это руководитель регионального учебного ресурсного центра «Доступная среда», город Воронеж еще раз. Напомню, Александр, добрый день, вы в эфире, в Кирове, в прямом. Добрый день. Добрый день, Киров. Здравствуйте. Да, добрый день. Хотим знать ваши впечатления о вашей прогулке в прошлую пятницу и узнать вашу оценку, насколько наш город приспособлен для передвижения людей с ограниченными возможностями. Вот у нас есть опрос, соответствующий, и ставят оценку ноль большинство. Ну, во-первых, о чем я хочу сказать? О том, что я удивлен был, насколько похож Киров и Воронеж. В некоторых моментах я прям чувствовал некое дежавю. Он, конечно, в два раза меньше, чем наш город, но тоже есть водоем по следине, тоже есть мосты и так далее. И мне было как будто внутренне комфортно в вашем городе. И когда я пошел по центральным улицам, конечно, я был достаточно сильно удивлен, что очень сильно разбитые тротуарные покрытия. Ну, то есть у нас такого нет. У нас тоже не идеальная доступная среда. Тоже мы боремся с тем, чтобы заниженные бордюры были правильно, ливневки закрыты и так далее. Но вот настолько сильно разбитых дорожных покрытий у нас, конечно, нет. И я обратил внимание, что не только по центральным улицам, но и по остальным улицам с занижением бордюров все плохо. Печально как-то. Мы понимаем, что просто на примере коллег из организации родителей детей и инвалидов «Дорога и добра», что если собираются люди активные, они принимают решения, у них есть цель, движется все это, то действительно начинают получаться какие-то совершенно замечательные вещи и меняется все в лучшую сторону. Как вы оцениваете уровень развития этого активизма и в чем этот активизм заключается? Вы как активист нам расскажите. Я вам так скажу. Проблема доступной среды очень сложная. И здесь, когда мы говорим о доступной среде, мы говорим не только о людях с инвалидностью, а мы говорим в принципе о новом уровне комфортности жизни в городе. Доступная среда и понятие универсальный дизайн городской инфраструктуры очень близки. То, что делать для людей с инвалидностью, абсолютно удобно всем остальным жителям. И нужно понимать, что задача по организации доступной среды во городе и в регионе, она очень сложна, серьезна. И изменить ее можно только при очень работе постоянной, многолетней, когда работают люди с инвалидностью и администрации города и области, когда вопросы об адаптации каких-то перекрестков, адаптации учреждений и так далее не решаются раздельно, когда буквально в составе рабочей группы администрации находятся люди с инвалидностью, когда люди с инвалидностью принимают участие в проектировании, в осмитировании, в подборе мероприятий, в приемке работ, в обучении персонала и так далее. Понимаете, состояние маломобильности человека – это обычное состояние любого человека. То есть раз в жизни любой человек бывает маломобильным. Это нужно принять как данные. Александр, как работает ваш учебно-ресурсный центр «Доступная среда» в Воронеже? Сколько ему лет? И у вас там получается взаимодействовать с мэрией? Я хочу сказать, что у нас получается. Мы работаем с 2015 года. И сейчас работа выстроена таким образом, что, допустим, без моей подписи не принимается объект, который реконструирован по доступной среде. И каждый год мы 5-6 объектов блокируем работы, и подрядчики не могут получить за них оплату, пока люди с инвалидностью не проверят, как что было сделано, и не примут работы. Я считаю, это принципиальная позиция, которая должна реализоваться по всей стране. Спасибо, Александр. Александр Папов, руководитель регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда». Но в прошлой нашей программе мы приводили пример Екатеринбурга, который давным-давно работает с администрацией. Вот именно в таком режиме, когда объекты принимаются совместно. Когда обязательно люди с инвалидностью участвуют в приемке, не только в приемке, даже на стадии разработки документации. И их мнения и требования учитываются, и резолюция ставится, и подпись ставится. У нас, конечно, в Кирове этого нет, но движемся ли мы в этом направлении, хотим узнать у Ольги Шибека, специалиста по связям с общественностью, организацией родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». Надеемся, что успеем до окончания эфира. Пару минут у нас остается. Какие планы сейчас в этом отношении есть в Кирове у Даши Ананьиной спроси? Ананьевой. Как развивать тему эту собираетесь дальше? На самом деле, я сейчас вообще нахожусь в большой растерянности, потому что мы журналисты, и если мы будем прямо сильно вникать в эту ситуацию, то это уже будет активизмом. И мы немного нарушим, ну не много, а нарушим просто свою собственную этику, и, наверное, это будет неправильно. Да нет, есть много журналистов, которые становятся активистами и не переживают насчет этики. Уже сейчас просто ситуация такая, что не действовать уже нельзя. То есть мы уже включились в эту ситуацию, то есть сейчас, например, мы были в поликлинике, в которую не могли попасть. Сейчас вот мы, например, сегодня я буду отправлять туда запрос по поводу их подъемника, потому что там вообще непонятно, что с ним происходит. Мы приглашали после дискуссии людей на создание рабочей группы, озвучивали, что мы хотим ее создать. И пришел пока только один человек, это была Вера Даровских. Дорогой добра. Нет, она не из Дорогой добра, она, по-моему, просто как бы сама по себе. Дорогой добра. Так, сейчас с Ольгой Шебековой мы подключим и узнаем, что как раз Дорогой добра по этому поводу думает. Специалист по связанной сообщественности туда, в организации детей и инвалидов. Ольга, добрый день. Добрый. Ольга, прежде всего нужно понять, Вера Даровских до сих пор ведь с вами? Работает в Дорогой добра? Или я что-то путаю? У Веры Даровских своя организация помощи молодым инвалидам старше 18 лет. Вы объединяете усилия. Да, объединяете усилия. Вот нам сейчас Дарья говорит, что хотели создать какую-то рабочую группу, все-таки которая бы двигала вперед вопрос доступности среды. И пришел пока только один человек, как раз Вера. Нужна ли нам такая рабочая группа? Есть ли у нас перспективы прямой коммуникации с властями, по примеру, Воронежа, например, Екатеринбурга, когда на стадии даже разработки докумендации, не говоря уже о сдаче объектов, обязательно резолюции людей, которые ограничены в возможности передвижения? Я очень надеюсь, что это реально. Очень бы хотелось, чтобы такая рабочая группа была создана. Это поможет, конечно, продвигать идеи доступной среды и организовывать городское пространство более эффективно. А в каком формате может быть создана эта группа? Как она регулярно должна собираться? Какие вопросы должны... Ваше видение, да. Да, безусловно, она должна собираться регулярно. И самое главное, у нее должны быть полномочия, чтобы оценивать на стадии проекта и на стадии сдачи объектов, насколько они подходят под понятие доступной среды. Ну и сейчас наши горожане, наши слушатели оценивают доступность среды в городе Кирове очень низко. Вконтакте большинство, более 50% голосуют за то, что ниже плинтус, как Володя сказал. Больше 60%. 0 баллов ставят доступности среды в городе Кирове. Планы ближайшие. Как-то вы будете добиваться встречи с руководством города? Я лично? Да. Скорее всего, нет, потому что у нас направленность организации, работа нашей организации немножко другая. Это психолого-педагогическая поддержка. 15 секунд. Но если такая рабочая группа будет создана, я буду очень рада и поддерживать ее деятельность. Можно я добавлю, что сейчас нам Толя Курбатов из Красивого Кирова помогает настроить коммуникацию между обществом инвалидов и администрацией. Поэтому на этой неделе уже должна быть встреча Ивана Глинчикова с Шульгиным, насколько я понимаю. Иван Глинчиков — это организация инвалидов Ленинского района. С главой администрации города Кирова будет встречаться. То есть все-таки мы будем надеяться, что сдвинется и в этом отношении. Да, мы будем заследить и помогать развиваться в этой ситуации. Спасибо вам. Спасибо. Прекрасно, мы тоже готовы. Мы будем следить, освещать все события, встречи, мероприятия и мнения. Когда с Шульгиным встреча планируется? Ну, сказали, что на этой неделе. На этой неделе. Да. Будем следить за ней, освещать ее. Спасибо. Дарья Ананева, Светлана Занько и Владимир Сметанин. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин